МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...отправились буквально на край света, на континент, на который нога белого человека ступила всего лишь несколько веков назад. Мека для серферов. Страна бесконечных пляжей, солнца и теплого океана. Родина кенгуру, коалы и других странных тварей. Так далеко съемочная группа русского экстрима не забиралась еще никогда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все супер, так красиво, так все очень классно. На телеканале Русский экстрим. Эти крупнейшие парашютные соревнования проходят раз в два года. Лучшие спортсмены со всего мира съезжаются на это мероприятие, чтобы побороться за медали и титулы. В этом году спортсмены будут сражаться за победу в четырех дисциплинах. Групповая акробатика, купольная акробатика, артистические виды парашютного спорта и новая, но быстро набирающая популярность дисциплина скорость падения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши спортсмены, как всегда, приехали бороться за медали во всех дисциплинах, представленных на чемпионате. Так что устраивайтесь поудобнее у своих экранов. Мы начинаем рассказ о битве лучших из лучших в небе Австралии. Победит сильнейший. Русский экстрим. Мы приветствуем всех любителей экстремального спорта в очередной раз на телеканале «Русский экстрим». Программа, посвященная чемпионату мира по парашютному спорту, который проходил в Австралии. Продолжаем мы наш цикл передач. И сегодня в нашей программе мы расскажем вам об артистических видах парашютного спорта. Это фрифлай и фристайл. И наша сегодняшняя программа посвящена именно упражнению фристайл. Во фристайле Россию представляют две команды, одна из которых на ваших экранах – это Анастасия Баранник и Валерий Коннов. Фристайл – это, в принципе, артистический вид, артистическое направление. И включает в себя какие-то элементы в виде шпагатов, сальто. И это действительно красиво. И также можно как-то артистически преподнести себя, преподнести свою программу. И это очень творческое направление. Выбрала я это направление, потому что, ну, я считаю, что для девочки это такое самое подходящее направление, потому что оно очень красивое, эстетичное. И поэтому вот, ну, подходит мне по душе. В принципе, фристайл можно назвать «танец в небе». Как его называют «балет в небе»? Для меня это «танец в небе». Соревнования у нас состоят из семи туров. И они разделены по двум программам. Пять произвольных программ. То есть это одна произвольная программа. Ты ее летаешь в пяти турах. Получается, что у нас второй и пятый тур – это вот как раз обязательные, и все остальные произвольные. В обязательной программе, вот как я уже сказала, четыре элемента в одной, четыре в другой. Их можно менять как-то внутри программы, их порядок, что-то вставлять между этими элементами. Но нужно обязательно уложиться и в обязательной произвольной программе в 45 секунд. Произвольная – это тоже программа, над которой идет большая работа, творческая работа, потому что она состоит из разных элементов, какие только могут тебе прийти в голову. Но также у судей есть определенная шкала, определенный рейтинг элементов, которые считаются сложными, которые считаются легкими. И нужно придерживаться этому рейтингу, потому что тебе может казаться, что этот элемент выполнен сложно, а судьи его оценят очень низко. Наша команда, в принципе, организовалась ровно год назад. В ноябре месяце мы начали летать в аэротрубе и тренироваться вместе с Валерой Коновым. И после уже, скажу так, что большую часть программы произвольной придумал именно Валера, имея за спиной огромный опыт. И он все-таки, у него был акцент именно на техническую часть. То есть он такую основу сделал программы, а я уже эту программу как-то украсила какими-то там фишечками, какими-то там переходиками, какими-то там. Например, у нас в произвольной программе есть... Вначале я выхожу уже с самолета, я держу розу в руках. Это вот мы сделали к чемпионату мира, так как мы ассоциируем нашу программу произвольную с танцем танго. И у меня, в принципе, красный комбинезон. Я сделала красные губы, украсила свой шлем стразами, что никто не делал. И это действительно какой-то артистизм вносишь, потому что как-то все-таки нужно выделяться, если у нас артистический вид спорта, нужно и подходить определенно к этому. И я, получается, выхожу, как бы дарю эту розу судьям, ну, то есть потом она улетает. И мы вот этот ассоциируя наш танец танго, вот какие-то там переходы, вот я добавила. А так, конечно, программу придумала Валера, и мы ее тренировывали уже непосредственно в трубе. Это еще все впереди. Но мы готовы. Да, Валер? Да. Мы сама готовы. У меня сразу такая улыбка. Сразу все вспоминаю. Ну что, друзья, мы начинаем спортивную часть нашей программы. И со мной в студии сегодня героиня нашей программы Анастасия Баранник. Настя, приветствую тебя. Привет, привет. Итак, у нас начинаются прыжки. Чемпионат мира в Австралии, дисциплина фристайл. Первый тур. Настя, сейчас мы с тобой увидим вот команда из Франции. Это фристайлисты Франции, которые выступают в очень симпатичном шлеме. Расскажи, что ты знаешь про эту команду, про этого спортсмена. Это действующие чемпионы мира, которые стали чемпионами, получается, в 2016 году. Очень долго он шел к этому титулу. Он долгое время был серебряным призером чемпионата мира. Это очень сильный спортсмен, который, в принципе, задает такой стиль. И это креативный фристайлист. То есть можно увидеть по видео его костюм. В этом году это такой оригинальный шлем, который я вообще не представляю. В принципе, у всех возникал вопрос, как он в нем летает. Потому что это же совершенно другая аэродинамика. То есть это реально сложно. У тебя, в принципе, когда появляется какой-то руль, там он может в виде какой-то ленточки или еще чего-то быть. И уже это чувствуется. Ну вот мы видели, что 8,6 получил французский спортсмен. Насколько это высокий результат для первого тура? Высокий, но можно и лучше. Так и будет. И вот у нас следующий спортсмен на наших экранах. Настя, это ты. Это я, да. У меня мурашки. Ну расскажи, что мы сейчас видим, что ты делаешь. Это наша произвольная программа, которая отрабатывалась в аэродинамической трубе. Элементы, которые мы выполняем с оператором. Акцент сделан именно на том, чтобы действительно быть рядом друг с другом, чтобы не разлетаться и показать этот танец в небе. Ну вот первый тур, насколько это было, насколько получилось все, что ты задумывала в первом туре? Было волнительно. В первом туре была у меня помарка, где я не так вышла с элемента. И вообще мы не поняли с Валерой, что я сделала. Этого не было на тренировках никогда. И у тебя вычли полтора очка. Насколько это много и за что? Ты поняла, что это было? Нет. И это обрезание, это тоже вычитается. Ну и мы видим таблицу. После первого тура лидирует команда Франции, 8,6 балла. Команда Великобритании 1 на втором месте, 8,2 балла. И российская команда Россия 2, команда Настя Баранник. Сейчас идет по рогам с командой Швейцарии. Обязательная программа готовится непосредственно заранее. То есть она у нас подготовлена. У нас нет жеребьевки обязательных элементов. Мы знаем элементы все эти заранее. У нас есть правила, по которым мы летаем. И мы готовим обязательную программу заранее. То есть мы расставляем элементы по порядку и как-то их украшаем какими-то переходами. То есть, насколько я понимаю, здесь по сложности примерно у всех оценки будут одинаковые в этом туре? Плюс-минус, да. Но, опять же, как выполнен элемент, то здесь уже более жесткие рамки оценки. Настя, и прокомментируй. Мои красные губы. Да, прокомментируй. Розы у тебя не было на обязательной программе? На обязательной программе нет, поскольку мы видим, что на обязательной программе я вылажу на хвост самолета. И там, как бы, держаться, чтобы тебя не сдуло, было не до Розы. Поэтому Роза у нас присутствовала только в произвольной программе. Вот, и здесь была... Насколько эта обязательная программа для тебя была сложна? Здесь для меня вот как раз-таки те самые, которые я сейчас выполняю, винты. Назад 360. Вот они для меня самые сложные. А, в принципе, программа достаточно несложная. И, в принципе, мы её выполнили чисто. Вообще супер. Так красиво. Так всё вообще классно. Да, там было потрясающе красиво. И на крайнем прыжке я просто любовалась видами. Здорово. А не отвлекала ли тебя вся эта красота во время прыжка? Во время прыжка, конечно... Нет, первый мой прыжок тренировочный. Я действительно смотрела. Но я смотрела больше не на красоту, а на то, где находится площадка приземления. Потому что для всех это был сюрприз. То есть она находится в черте города и вокруг, и рядом джунгли. Непривычно. Это очень страшно. Но потом мы привыкли. Самое огромное впечатление, которое произвела на меня эта страна, это животные, которые здесь. обитают. Это вот эти вот кенгуру. Ну и, конечно же, наша съёмочная группа тоже не могла пройти мимо этих аборигенов Австралии. И когда нам подвернулась такая возможность, мы отправились в парк, где этих кенгуру можно было покормить и потрогать. Там те же коалы, которых... Конечно, мы коалы лучше разглядели в парке. Так в жизни они прячутся. Ну, высоко на дереве. И их там совсем не видно, но когда мы их разглядели в парке, ну, это просто потрясающе. Это животные. Такое ощущение, вот они как с картинки. То есть там как в мультиках показывают, но они такие же мультяшные. Вот они вот прям в картинке ходят. Эти кенгуру, которые вот там, как раз вот где у нас проходит чемпионат, там есть спортивный комплекс, стадион, и там дальше идут поля. И их там просто огромное количество. Они не боятся людей. То есть вот здесь ходят люди, здесь пасутся кенгуру, и это все так забавно. Птички, попугаи вместо голубей летают. Но это все настолько необычно. Вот это действительно производит такое самое яркое впечатление. Еда. Еда. В нашей произвольной программе она в принципе состоит из элементов, которые мы, скажем так, собрали элементы из программ прошлых чемпионов. Мы добавили пару моментов. Вот, например, у нас есть элемент, который считается в трубе сейчас на соревнованиях одним из самых сложных элементов, который можно сделать. Это полет на Баку и при этом потом выполнение сальто. То есть, в принципе, полет на Баку считается очень сложно. Хотя и ценится он как самый сложный элемент. Хотя для меня это показался не самым сложным элементом, но судьи считают, что вот это пока что такой пик. У нас программа, скажем, такая динамическая. В стиле, который сейчас во фристайле. А вы тоже идете? Самое главное, чтобы погода нам дала прыгнуть. Это команда «Россия-2». И, Настя, это второй твой тур твоей личной произвольной программы. У вас была возможность что-то подумать, доработать, поменять? Как это происходит на соревнованиях? На соревнованиях мы ничего не меняем, потому что все настолько отработано, и какие-то изменения они могут сделать только хуже. Поэтому мы делаем то, что мы тренировали весь год. Как вы с Валерой после этих двух не очень, прямо скажем, высоких оценок, после первого и второго туров, как вы там собрались, обсудили, что вы решили? Как мы переглянулись и с улыбкой пошли дальше. Ясно. Посмотрим, как эта стратегия сказалась на ваших результатах. Ждем оценок судей. И 7,8. И сняли... 85 сотых сняли. Ну, да. Наверное, это были какие-то обрезания. Суровые судьи к вам за ваше обрезание. Перед каждым раундом волнуюсь в любом случае. Особенно, когда ты выступаешь на таком уровне, на чемпионате мира. Все-таки это самые серьезные соревнования. Поэтому волнение присутствует всегда. Но оно помогает. Вот волнение... Без волнения, мне кажется, прыжки были бы не те. А так вот это волнение, оно тебя подбадривает. Для нас всегда вопрос, что они хотят увидеть в презентации. Мы не понимаем этого. Потому что также презентация есть и в обязательной программе. То есть также ее оценивают. И когда тебе ставят в одной программе низкую оценку, в другой программе высокую, и ты не понимаешь, почему. И тебе объяснять тоже не могут. То есть такое ощущение, что вот как кто понравился кому, так вот и оценили, потому что нету какого-то критерия того, как оценивается эта презентация, как она должна быть выполнена, эта презентация. Знала ли ты это вот когда ты вот сейчас выполняешь этот прыжок, что настолько важно выполнить именно обязательную программу? Ну, я очень много сделала выводов после этого чемпионата, и поэтому теперь я знаю многое. Вот мы сейчас видели, ты довольно далеко улетела от Валеры. Был разлет, был разлет. Этот переход мы сделали буквально на соревнованиях. Кстати, вот это, наверное, было то, что мы поменяли, да, потому что сказали, что действительно очень много переходов, это плюс. И вот, а у нас там шли подряд элементы, и мы добавили такой переход, но вот немножко провалилось. Ну и как в итоге? Лучше бы не добавляли или... А, я думаю, хорошо, что мы добавили. Ну, опять же, как ты сама сказала, что теперь вы знаете, на что нужно обращать внимание. И чемпионат 2020, который пройдет в Танайе, между прочим, следующий чемпионат мира будет именно в России. Я надеюсь, что там ты покажешь всем этим французам, американцам и англичанам. В принципе, у нас, поскольку все так на одном уровне, все прыгаем, мы хорошо. Поэтому все раунды, они по-своему, конечно, волнительные. Безусловно, обязательная программа, это второй, пятый раунд, обязательная программа, где есть элементы, где прыгают все ребята, одни и те же элементы. То есть это, там, конечно, все судят очень строго. Это волнительные раунды, произвольная программа, она другую атмосферу, вот, и другая атмосфера совершенно. Поэтому все хорошо. У нас прошел шестой тур, прыгнули хорошо, погода отличная, теперь остался все крайний тур, и мы отдыхаем. Идем купаться за горой. Мы хотели после соревнований, это попасть и посмотреть, выйти в океан, чтобы посмотреть на китов. Действительно, в городе Голдкост есть такой аттракт. И нас ждет заключительный, крайний, седьмой тур на чемпионате Австралии в дисциплине фристайл. Начинаем мы традиционно со спортсмена из Франции. Настя, тебе слово. Как ты правильно говоришь, крайний. Я, да. Меня, меня мои друзья все время пышпыняют за то, что я крайний употребляю вместо последний, за то порошкисты считают своим. Да, да, у нас нет последнего. Да. У нас только крайний. И вот крайний тур у спортсмена из Франции. Я думаю, что он на этом прыжке просто кайфует, потому что какая атмосфера у нас была в самолете перед седьмым туром. Мы были все вместе, все команды. Настолько это было позитивно, тепло. И вот прям все друг другу пожелали удачи. И вот такая прекрасная погода. И поэтому, мне кажется, вот что мы, что каждая команда, они просто вот получили. Настя, команда Россия-2, Анастасия Бараник и Валерий Коннов. И поехали. Мой крайний прыжок без розочки. Да, розочку ты забыла. Ну, я тоже. Зато ты была счастлива, да? Вообще счастлива. И я на каждом прыжке счастлива. Вот это вот впечатление, о котором ты говорила, что у всех был фан, у всех был позитив. Это как-то сказалось? Ты почувствовала это во время выступления? Это чувствуется как-то вообще? Обращаешь внимание? Чувствуется. Ты просто вот получаешь такое удовольствие. Ну, вот у нас тут обрезание есть. Да. И сейчас мы посмотрим, как нам их срежут. Вот. И... Ну, когда действительно потрясающая погода, потрясающий вид. Ты... В общем, есть ради чего заниматься фристайлом. Вот. Слышали, друзья? Бегите в ближайшую аэротрубу, тренироваться. 7,9 смотри. Сняли-то с вас немного совсем. Да, всего 0,2. Вот, видишь, произвела впечатление на судей. Они уже к тебе привыкли. И поняли, что... Вот. Есть. Есть. Кому побороться за призы на следующем чемпионате мира. Я сюда ехала, чтобы увидеть уровень команд. Безусловно, показать свой уровень. Поскольку мы такой командой заявились в первый раз, то, конечно, все и судьи, и зрители, все должны тебя увидеть, узнать, как ты прыгаешь. Я прыгала два года назад на Кубке мира. Престайл действительно набирает обороты. И наша задача это вот на следующий год уже совершенно на другом уровне выступать, подготовиться, уже зная своих соперников, зная их в лицо, зная, как они прыгают. И поэтому мы будем готовиться. Работа предстоит огромная. И вот. Ну что ж, друзья, наше время в эфире подошло к концу. Настя, спасибо тебе огромное, что помогла нам сегодня разобраться во фристайле. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч в эфире. Счастливо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова